Призывник Антон Люкшин записался в президентский полк. На его желание служить в элитных частях российской армии, рай военкомат отреагировал моментально. Старшеклассник прошел многоступенчатое тестирование, начиная от морально-волевых качеств, заканчивая физподготовкой. Юноша решил пойти по стопам родственников и поступить в Академию ФСБ. Теперь он ждет отправку в Москву. Ну, это была мечта с детства. Я всегда мечтал служить в таких частях. И как с раннего детства занимался спортом и следил за здоровьем, чтобы попасть в такие части. Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до Нового года. За это время советский и железнодорожный районы Самары отправят служить в российскую армию 165 новобранцев. Перед этим юношам предстоит медкомиссия. Обычно здоровыми признаются около 80% призывников. Остальных или комиссуют, или отправят лечиться. Заболевания у призывников разные. От плоскостопия и сколиоза до бронхиальной астмы и психических отклонений. У нас очень хорошо налажена медико-профилактическая работа. Это связь военкоматов и лечебных учреждений. То есть при постановке на воинский учет по приказу 240-168 мы делаем списки на юноши, которые временегодные. Годные, это сколиоз, плоскостопия. И эти списки мы направили в лечебное учреждение. Кому повезло со здоровьем, получают путевку в российскую армию. На сайте Минобороны можно выбрать не только род войск, но и военную профессию. Сейчас в моде у призывников спецподразделения. Кроме традиционных морской пехоты и воздушного десанта, это еще космические войска, президентский полк и засекреченные воинские части с научными ротами. Там служат в основном радиотехники и программисты. Замыкают список популярности морфлот и Росгвардия. Попадая в армию, новобранцы проходят подготовку в учебных центрах. Мы идем всегда на встречу, при удовлетворении требований призываем и предназначаем для прохождения службы в этих родах войск. На последнем весеннем призыве 2019 года у нас один призывник, УБЛ, в такое научное подразделение Ленинградской области, скажем так, не раскрывая тайны, военно-морского флота. Уровень образования призывников год от года растет. По статистике, каждый третий солдат с высшим образованием. При этом число нежелающих служить за последнюю пятилетку снизилось в четыре раза. Минимальный штраф за уклонение от армии 500 рублей. Минобороны предлагает повысить его в шесть раз, рассказал военком Советского района Самары. При призыве действует и отстрочка по учебе или семейным обстоятельствам. Альтернативная служба в Самаре вообще не котируется. За последние годы ни одной заявки. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.